всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine ну как вы поняли из названия ролика да сегодня мы побываем я надеюсь на необычайно красивой планете землеподобный жизни подобные такой же как на нашей планете земля собственно простите что роликов по space engine давно не было но смотрю просмотры начинают набирать свой рост и собственно мы продолжаем продолжаем искать искать новые приключения в нашей вселенной в нашей галактике короче погнали короче мы находимся с вами в нашем доме а в нашей галактике млечный путь сейчас я вам это докажу здесь есть магеллановы облака где-то неподалеку так туман остериона всем прям четко ясна и видно так стакс так стакс сейчас сейчас секунду а то не поверите вот малая и большой магелланова облак а перед нами сегодня вот такая вот звезда звезда эйч с с с и 450 скажу так что мы находимся вообще на другом краю галактики млечный путь и и оказывается здесь есть землеподобные планеты и так 12 планет 6 жизнью желтый карлик звезда принципе спектр такой же как у солнца но возраст здесь ну грубо говоря давайте округлю до пяти с половиной миллиардов лет то есть она чуть старше хотя хотя нашему солнцу четыре с половиной миллиарда лет здесь как то есть такая нестыковка ладно в общем по планетам самое самое такое интересное сейчас я вам покажу и посмотрим так у нас есть очень я бы сказал три жаркие планеты и четыре даже очень прохладные но на пяти планетах возьмем вот этот средний уровень и есть планеты на которых есть жизнь даже на газон гиганте простите и на самой жаркой планете существует какая-то определенная органическая даже возьмем в расчет одноклеточная но воздушная жизнь это прекрасно так еще одна планета с органической одноклеточной морской жизнью и вот такая вот на мой взгляд это сам интересная планета правда здесь минус 38 не переживайте не переживайте здесь есть вода кислород азот все что нужно в общем вся благодать и здесь жизнь органическая многоклеточная морская и наземная может быть может быть давайте сейчас прилетим рассмотрим ее атмосферное давление здесь немножко повышена на одну атмосферу может быть эта планета перенесла какую-то ну я не знаю катастрофу и на ней сейчас ледниковый период может такое быть да в принципе чужие нет чужие нет может быть мы же не видели нашу планету когда был на ней ледниковый период ну ладно так значит а сего период здесь 17 часов 17 часов длится день то есть сутки сутки 17 часов и посмотрите да планета полностью абсолютно а во льду также я смотрю у нее какой-то наклон интересный планета с кольцами возможно был какой-то удар я не знаю что здесь но жизнь продолжает здесь кипеть опишите свои догадки в комментариях и мы начинаем потихоньку спускаться потихоньку спускаемся до планете возраст 5 миллиардов сто тридцать тысяч лет я уже чувствую местную температуру минус 45 минус 45 а если чуть ниже мы в горах минус 18 минус 18 градусов примечательно самое примечательное что вам сейчас покажу какая у планеты есть а луна я думаю что здесь скорее всего какие-то продвинутые могут быть организмы представляете что на другом краю галактики от нас просто прочертите линию прямо рукой и вы тыкните пальцем указательным большим без разницы короче возможно в планету на которой также есть жизнь так собственно я чего хотел показать вот обратите внимание давайте даже вот так посмотрим значит у нас есть две луны у этой планеты первое это прохладно безвоздушная микроферия вторая это прохладная океаническая субтера с жизнью также на ней жизнь есть какая органическая одноклеточная морская и наземная а может быть уже пошел какой-то терраформинг на этой луне либо инопланетные существа на этой планете они стали терраформировать луну как так возможно я не знаю посмотрите на экваторе жидкая вода а на южном северных полюсах ну грубо так сказать сплошной лед сплошной лед может быть планета кстати начинает замерзать атака атмосферная простите тогда атмосферное давление понижено а температура здесь минус 85 градусов ну понятно тогда почему на кого на экваторе еще жидкая вода в жидком состоянии так ого какие скалы невероятно разломы прямо разломы какие-то я бы сказал как давно я не был в этом симуляторе я прямо даже соскучился давайте снежные облака идет какая-то буря циклон скорее всего давайте промотаем время немножко остановимся на этом месте солнечные сутки здесь 13 дней долго ждать но сейчас ускоренном режиме я думаю попробуем это сделать смотрите как отчетливо виду видно планету до лунное затмение я думаю мы его сейчас можем получить в принципе чужие нет сколько же во вселенной в галактике млечный путь существует планета которых мы даже вообще не можем с вами догадываться то невероятное мне кажется огромное количество огромное количество просто звезд и всего прочего может быть нет мы не получили то что ждали ну ладно итак закат заката ровно на 13 дней ровно на 13 дней полу нет даже не полумесяц а месяц от планеты родительской планеты мы сейчас получим давайте полные ночи дождемся полностью тьмы минус 85 градусов я бы конечно посмотрел бы знаете с экватора чтобы посмотреть северное сияние какой-нибудь как будто взять возьми и вот прям руку протяни до до планеты так перелетим к этому объекту обратно сядем в какой-нибудь определенный участок и посмотрим здесь на ночное небо так время немножко я заторможу блин грандиозный вид честно говоря грандиознейший вид открывается здесь на луну вот реально прям невооруженным глазом можно было бы рассмотреть луну ее полярные шапки да и на экваторе жидкая вода представь что ты теперь смотришь на какую-нибудь луну там не знаю 3050 если это будет возможно хотя вряд ли терраформированная луна ну а вы говорите что жизнь на других планетах не существует но в симуляторе space engine я готов с вами поспорить до прохладный ледяной мир но здесь жизнь есть здесь живут какие-то организмы которые приспособились к такой суровой среде где вечная какая-то может быть конечно не вечная но мерзлота и в общем то в общем то есть вода и все остальное для жизни а без воды жизни нет в общем вот так палец вверх подписка на канал и до новых встреч пока пока да и помните что космос и вселенная бесконечный мы только начинаем свое путешествие в нем всем до новых встреч пока пока